Детка Райская конфетка Сочный плод на ветке Жаркий огонек в ориенних руках Забывают все и уходят в страх Детка, детка, детка Мы с тобою редко Но легко и метко Понимаешь ли по-другому взять Мы с тобою как солнце и земля Детка, детка, детка Привет всем! Это программа «Не формат» Программа об электрогитарной музыке Меня зовут Александр Рогоза И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Найк Борзов Найк, эту беседу хотелось бы начать С темы будущего альбома Что, где, когда Альбом мой новый будет выпущен В начале будущего года Я решил, немножечко Обещал, конечно, этой осенью Буквально скоро Работа еще не закончена И все-таки Это ощущение того, что Можно сделать лучше, просто чуть-чуть Нужно времени еще для этого Меня все-таки не покидает И Лучше я, в принципе, немного задержусь Но сделаю все как надо Чтобы мне потом Уже после того, как выйдет пластинка Не думать об этом Но в скором времени, я так понимаю, нас ждет сингл Сингл, да, детка Песня новая Вот Такая лирическая, романтическая Мне кажется В современном вот этом Мире Поп-музыки Мейнстрима Такого рианоподобного Не хватает немного чего-то такого доброго Мягкого и светлого Все очень холодно Как-то еще зима Вот это скоро И Какого-то хочется душевного тепла Вот Не только в ожидании нового года Там И так далее А просто вот чисто по ощущениям Чтобы оно всегда присутствовало Вот В нашей вот этой непогоде Не только Непогоде, так сказать Климатической Но и внутри Людей О чем, в принципе, моя новая пластинка То есть я Этот альбом Я так для себя условно называю Блюз третьего тысячелетия Не знаю, рассказывал вам Не рассказывал уже Грубо говоря Если раньше считалось Что блюз Это когда хорошему человеку плохо Вот тогда появляется блюз А в моем случае Это когда человеку уже хорошо От того, что ему плохо Моя новая пластинка Немного о подмене понятий Ну вот, грубо говоря Когда человек Болеет Ну вот у него поднимается температура Но ему нужно там что-то работать Идти там еще что-то делать Нельзя болеть, да Он закидывается этими Быстродействующими Вот этими лекарствами Которые, в принципе, приглушают болезнь Но не лечат ее, да Вот И эта болезнь Она, в принципе Существует в человеке Но со временем Он к ней привыкает И в какой-то момент Если ее запустить То она уже становится его частью То есть он Уже по-другому себя не воспринимает То есть он И болезнь Это единое целое И тогда вот Начинается подмена понятий Грубо говоря Когда потолок становится полом Пол становится потолком И, собственно говоря Секс становится любовью Деньги становятся мерилом успеха Не знаю Там наркотики Это иллюзия счастья И так далее Очень много там Политика Как бы это Действия И так далее Это На мой взгляд Это не круто Неправильно И Мой новый альбом Вот как раз Затрагивает Как-то такие больше Аспекты нашей жизни Нашего Вот какого-то Существования На этой планете Все мои мысли Открыты Вопреки Смысла Мне нужна Возвращайся Постарайся Растопить лед Только взгляни И солнце взойдет Касаясь земли Вернемся к творчеству В этом году был Такой большой проект Реализован В котором вы принимали участие Нечетный воин 3 Я не помню Не припомню других случаев Когда вы с кем-либо Пели дуэт Может быть я ошибаюсь А тут был трек Который вы исполняли С музыкантами группы B2 И Реннерсом Кауперсом Из Brainstorm И один трек с Линдой Вообще насколько для вас Комфортно с кем-то другим Петь песни Вообще его Реннер зовут Реннер И таких мне вещей Идей, мыслей И настроений Например И если Песни из предложенных Мне для этого сборника Вот мне Я вот слушаю Я понимаю Что вот да Песню я могу сделать Таким образом Что она будет моей Вот Я принимаю участие С удовольствием И в этот раз Мы решили сделать Одну песню с Линдой И вот одну песню С ребятами Тоже Как бы Ну я там пою Один куплетик Ну клип забавный Получился Мне нравится Ну мы же не играем Какую-то шляпу Там какие-то там Ковера Там чужие там Песни Там какого-нибудь Михаила Круга Или еще подобных То есть нет Меня не вызывает Это какой-то антипатии То есть мне этот материал Нравится Мне нравятся люди Которые им занимаются То есть мне В общем Сейчас будет концерт Не помню где То ли в Крокусе То ли еще где-то Вот с оркестром Например Тоже будем играть Песни из Нечетного Война И я там тоже Спою с ребятами Также по-моему Если не ошибаюсь В прошлом году Был такой проект Трибьют группе Аквариум Вы там исполнили песню С на чем-то большим И мне вот показалось Знаете Иногда музыканты берут Чью-то песню Для галочки Поют Но тут тот случай Когда Вот зная Ваше предыдущее творчество Вот этот трек Совершенно органично С вами смотрелся Специально подбирали Именно эту песню Или может быть Она там Когда-то исполнялась Ну не то чтобы Специально Когда поступило Предложение Принять счастье В трибюте Аквариума Я Честно признаюсь Вот Слил себе На диск Там Ну нашел МП-3 С полностью Там С их С дискографией Вот Вот эти все Ну такое Она очень глючная Забавная Очень интересная По музыке Песни все классные Сны о чем-то большем Я помню В детстве Она на меня Произвела Большие впечатления Из этой пластинки Она у меня Такая осталась Самой яркой песней С того альбома Больше Сны о чем-то больше Сны о чем-то больше Больше Сны о чем-то больше Вот это ее основа ритмическая, там уже была заложена вот эта вот, как же этот стиль называется-то, дабстеповая вот эта вот основа ритмическая. И я позвонил своему приятелю, как раз вот человеку, который работает в этом направлении, который мне делал недавно там один из ремиксов на одной из вещей из альбома изнутри. И она мне тоже очень нравилась, и я вот подумал и предложил ему сделать совместный продукт, как бы его аранжировка с моим каким-то участием. И плюс вот я спою на его аранжемент уже, и получилось, мне кажется, очень красиво, так оригинально, и мы оставили вот именно основу песни, но сделали ее такой более, мне кажется, правильной по настроению, вот именно соответствующей тексту. Вот этот вот холод такой некий, такая питерский такой, питерская зима такая немного в аранжировке присутствует. Играет музыка. Играет музыка. Скажите, у меня такой вопрос возник. Если бы вам прямо сейчас предложили на часок загонять в прошлое, в какой момент бы вы вернулись? Вообще, бывают моменты ностальгии? Я бы, наверное, вернулся в момент не при моей жизни, а еще в большее прошлое. Мне бы хотелось посмотреть, как вот здесь вот было, например, тысяч пять лет назад или десять тысяч лет назад. Ну, интересно было бы посмотреть на эти места. То есть, Москва пять тысяч лет назад? Ну, например. Я почему-то думал, что вы будете говорить про 70-е, там расцвет какого-то постпанка. Ну, это мне меньше интересно, потому что все-таки, как сказать, я в это время еще, я в это время жил уже. И, в принципе, весь панк, постпанк и прочая вот такая того времени музыка, она попадала очень быстро ко мне. Вот свежие пластинки, альбомы, они очень быстро попадали. Вокруг было много людей, которые этим дико интересовались и всячески рыли, нарывали и доставали и так далее. То есть, эта атмосфера мне очень знакома, я ее просто помню. Вот, поэтому не очень испытываю. Ну, возможно, там попасть на какой-то концерт, но если будет такая возможность, такие путешествия во времени, я думаю, сначала я там туда слетаю, ну, сгоняю, так сказать, потом туда-сюда. В общем, неважно, если будет возможность в будущее, тоже неплохо, почему нет. Ну, я не чувствую, вот, как ты говорил, чувство ностальгии какой-то по тем временам. То есть, я не хочу оказаться снова там во времена Олимпиады 80, когда я там, у меня был полный рот набитый жвачкой иностранной, там, и я пил там вот эти соки фруктовые, вот как сейчас вот делают, вот этих пакетиков, да, с трубочкой. Тогда этого вообще не было, то есть, все было в стеклянных бутылках, вся вот газировка, все соки в банках были в трехлитровых, либо вот в этих конусах ты подходил, тебе стаканчик наливают, и дальше пошел за 10 копеек. То есть, либо вот эти вот автоматы с газировкой ставили везде, по всему Союзу этому советскому. То есть, это было прикольно, мне это нравилось. Понятное дело, я не пил, как бы, из этих стаканчиков, ну, когда мелкие, вообще там пофигу, на самом деле, спида не было, ничего не было, в общем-то, секса не было, было вообще все отлично. Вот, пили из этих стаканчиков все, и от мала до велика, вот просто вот так вот бжик нажал, водичкой сполоснул, налился газировки за копейку без газа, и отлично побежал дальше в футболян гонять, прям во дворе. Никаких насильников, никаких убийств, не закрывались двери, там, до середины 70-х годов, просто вот выходишь из дома, хлопнул дверью, и-а-а, вот так вот. То есть, никто за тобой не следил сутками вообще. То есть, ну, а сейчас, как бы, да, там, детей опасно выпустить, там, до 20 лет из дома, там, одних, и так далее. Но, тем не менее, есть много других всяких разных забавных ништяков, которых не было тогда, например. Ну, кстати говоря, если вернуться чуть-чуть в прошлое, я вот прочитал где-то, что вы на самом деле служили, да? Был такой экспириенс. То есть, для нынешних музыкантов, мне кажется, это что-то удивительное, потому что служить и не принято. Тогда был вообще возможность откосить? Нет, тогда был миллиард вообще возможностей, но официальная история такая, я патриот. Официально? Да. То, что написано в официальной биографии? Нет, это я только что придумал. Ну, не факт очень, на самом деле. Неважные причины, по которым я пошел в армию, то, что факт, что я отдал дань своей родине, так сказать, и был защитником ее на протяжении вот нескольких лет своей жизни. А какие-то были войска? Это были самые, мне кажется, универсальные войска, связь они назывались. То есть, это было от стройбата до максимального азбука Морзе и так далее. То есть, связи с космосом. Ну, это мы так называли, я служил в таком подразделении, мы держали связь с космосом, короче. Это было забавно. То есть, я на целый день уходил в лес на стационарную вот эту тарелку и там, в общем, тусовал один, короче. Это было круто. То есть, все это время вот так... Ну, почти все это время, да. А деды? Были какие-то истории интересные? Ну, обычно музыкантов заставляют, ну, давай, сыграй что-нибудь, ты же аккорды знаешь. Ну, вот то, что я играл на гитаре и сочинял собственные песни, это, конечно, вот мне очень помогло в армии. То есть, это был очень серьезный бонус. И большую часть вот этого своего духовского, так сказать, периода я, в общем-то, фигачил на гитаре, там, пьянствовал как бы с этими дедами и так далее, в общем, по полной программе. Ну, было весело. Забавные моменты были, вот у меня есть там в Супермене, я уже записал песню «В будущем Луны», например. Вот эта песня была вот реальным хитом. То есть, под нее вот, ее просили играть там раз по 50 в день. Вот, то есть, ну, что самое интересное, она у меня не остычертела, как бы. И она мне до сих пор очень нравится, она все время звучит в концертах. То есть, это одна, наверное, из моих любимых песен у меня. Вот. И я вот помню, я играл, просто под гитару играл, ну, вот забор, да, вот эта курилка там, и забор на, ну, как она, на гражданку так называемую там. Там вот эта вот, как бы, целая вот эта поляна, курилка просто безумно пляшущих вот этих вот солдат в майках, в этих кальсонах своих. Под нее, вот просто реально, они вот ноги выше головы. И народ за этими, вот, которые просто ходили, они вот так вот висели и просто, вот так вот. Это было круто. То есть, я уже тогда практически стадионные концерты давал, в принципе, чисто вот такие, если визуально. А вообще бывает, что вы читаете что-то про себя в интернете? Там ведь очень много критиков. Вот, наверное, ради этого только я лазил в интернет, чтобы что-то почитать о том, как в конце прошел, фоточки какие-то, видео посмотреть со стороны, так сказать. Не, вот чисто вот получить мнение о том, что ты же составил свое мнение, находясь на сцене, как это было, ну, мне интересно почитать мнение там людей, которые были в зале, находились в разных точках этого зала, например, как вот там это звучало, как там это воспринималось. Ну, условно, каждый концерт, как я уже говорил, он оригинальный, и поэтому мне интересно, как его воспринимают, конечно же. То есть я стараюсь найти вот эту гармонию между собой и окружающим меня миром, и людьми, которые в него попадают. То есть это очень важно, мне кажется, иначе можно с ума сойти и вот все эти болезни современные как бы подцепить. Спасибо большое за эту беседу. Я хочу вернуться к той теме, с которой мы начали сегодняшнее интервью, тема выхода сингла «Детка». Мы, самое главное, не назвали дату, и будет ли какая-то, ну, как это будет представляться, презентоваться? Это выйдет на iTunes, будет такой лонг-плей-сингл с ремиксом и с парочкой бисайдов. Выйдет он вот где-то с 10-го, начиная с октября уже. Я думаю, он появится. Ну, то есть в ближайшее время мы все это сможем услышать. Меня зовут Александр Рогоза, это программа «Неформат». Найк Борзов был у нас сегодня в гостях. Надеюсь, вам понравилось. Не переключайтесь. Солнце погасло и ко мне Солнце погасло и ко мне Солнце погасло и ко мне ПЕРЕМЕЙ, МИЛАЯ ПРОЛЕТАЯ НАД ПОЛЯМЯ НАД МОРЯМИ, ГОРОДАМИ Ощущаешь листяжение гравитации И трения от моих горящих губок Поцелуя в стройных ножах Я лечу к седьмой вселенной Где-то там ПЕРЕМЕЙ, МИЛАЯ ПЕРЕМЕЙ, МИЛАЯ ПЕРЕМЕЙ, МИЛАЯ ПЕРЕМЕЙ, МИЛАЯ Субтитры подогнал «Симон»